Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, это канал Triple Vibe и новое видео о Destiny 2 Военный Разум. Ох, как всех заинтриговала надпись 0 из 45 полученные данные, которая видна на карте новой локации. Сбор фрагментов это та самая приятная мелочь, по которой тосковали многие игроки со времен оригинальной игры. И вот, наконец, для фанатов собирательства и исследований подвезли контент. Данные, которые нам предстоит собрать, выглядят как маленькие светящиеся кружочки со странными символами. Чтобы их собрать, их нужно расстрелять, как такие маленькие мишени. Но и даже этот процесс сделали непростым. Стрелять следует из оружия с тем же типом элементального урона, с которым совпадает цвет этого самого знака. Так что вам понадобится оружие с разным типом урона. Я для упрощения рекомендовал бы взять снайперскую винтовку «Северное сияние», которая может переключать этот тип урона. Правда, патроны на неё будут не всегда, как вы понимаете, так что во второй слот лучше выбрать какую-нибудь скаутку, например. Итак, начнём. Первый фрагмент находится в самой начальной локации военного разума, очень высоко на скалах. Второй будет войдовым, он спрятан в пещере снизу, на скалах. Проходим до сбитого ворсата и снимаем третий фрагмент, он кинетический и спрятан около обрыва. На выходе из пещеры слева ещё один кинетический фрагмент. Идём на большой мост, запрыгиваем на поезд и отсюда расстреливаем сразу три мишени. Кинетик слева в углу. Солар в центре и ещё один кинетик далеко-далеко. Его лучше забирать из снайперской винтовки. Затем спускаемся вниз, заходим в дверь и тут у нас слева сразу ждёт ещё один фрагмент. Опять кинетик. Быстрым перемещением летим на нижнюю точку спауна локации и смотрим влево. Там у нас арк-фрагмент. В этой же локации доходим направо к логотипу затерянного сектора и оглядываемся на скалы под спауном. Там солар данные. Заходим в лост сектор, доходим до большого зала, тут находим два фрагмента. Оба опять кинетик. Один перед разбитой машиной, второй в пропасти. Поднимаемся обратно на тот же мост, но на другой его конец. Над гаражом находим арковый фрагмент. Заходим после этого в сам гараж и забираем ещё один фрагмент справа от входа, снова кинетический. Слева от этого гаража есть тоннель, заходим в него и над вентиляцией ищем воидовый символ. Дальше сложнее. Для того, чтобы забрать следующие два фрагмента, нам нужно активировать ивент «Эскалационный протокол» и взять копьё «Валькирию». Только с этого копья получится уничтожить два знака, один под мостом, другой на дереве. Для того, чтобы взять копьё, вам понадобится жетон арсенала. Они падают рандомом за публичные мероприятия из сундуков и патрульной миссии. Летим в комплекс технологий будущего, запрыгиваем на мост справа и стреляем по кинетику на белых бочках. Спускаемся с будки и смотрим на стену дамбы, там воидовый фрагмент. С другой стороны этой же дамбы, применив акробатические навыки, добираемся до Солар-символа. Следующий кинетик-фазл находим позади Анны Брей, за окном. Затем идём к Анне Брей в центр здания и забираем ещё один, тоже кинетик. От места спауна на этой локации смотрим направо, на крыше Солар-знак. Ещё один Солар находится рядом с флагом, запускающим приключения Гефест. Следующий фрагмент воидовый. Чтобы его найти, активируем панель напротив этого же приключения, а потом стараемся успеть добежать до двери, которая приоткрывается на короткое время в здании 02. Возвращаемся в здание, идём налево и перед статуей Распутина находим ещё один Солар-фрагмент. Идём в главный корпус Распутина и по пути находим спрятанный арк-фрагмент. Дальше по коридорам и на ящике находим Войт. Буквально в следующем зале прыгаем в проход с Варсатом и за углом на ящике находим Солар-фрагмент. Следующий фрагмент будет расположен довольно далеко, по урону он кинетический. Проходим дальше, ещё один кинетик спрятан слева от неких ворот в центре зала. Следующий фрагмент будет спрятан далеко слева, у почти самого ядра Распутина. Если двери в бункер закрыты, убедитесь, что все противники поблизости убиты. Перемещаемся к комплексу, едем налево, через ущелье и на антенне находим Солар-знак. По дороге к электростанции Алтон в ледяной пещере находим ещё один кинетик фрагмент. Следующий лежит в первом же огромном зале электростанции слева, вид элемента Солар. За 35 фрагментов вы уже сможете получить первую награду, но давайте всё же закончим начатое, тем более осталось не так уж много. Проходим до потрясающего зала серверной и справа ищем кинетический знак. Следующий труднодоступный знак будет воидовым, он расположен в левом зале за стеклом. Пробраться можно прыжками наверх, либо закинуть туда гранату. Дальше нам нужно открыть дверь, которая позволит забрать ещё два фрагмента. Возвращаемся в предыдущий зал, разбиваем вентиляцию справа сверху, запрыгиваем и активируем консоль. Затем проходим по коридорам дальше и в большом зале находим один фрагмент на скалах, а другой на трубах под потолком, оба кинетические. Следующий фрагмент будет арковый, расположен прямо дальше по коридору. А справа от него будут сломанные двери, они будут то открываться, то закрываться. Там такой же арк, его расстреливайте в щель. Проходим дальше в дверь и в большом зале заходим правее, потом смотрим наверх и воидом убиваем ещё один фрагмент. Перемещаемся обратно к комплексу Бреев, тут расположен следующий фрагмент, но его можно убить только с копья Валькирии. Так что активируйте ивент протокол и если у вас есть ключик арсенала Роспутина, берите копьё. Я на момент записи этого видео их уже потратил. В Лост Секторе на этой же локации доходим до стеклянных дверей, открываем и стреляем в Солар Мишень. Они также будут то открываться, то закрываться. Кстати, тут вы уже можете забрать свою первую награду. В этой же комнате открываем тайник и получаем экзотический меч. Последний вы найдёте за дверями в комнате с боссом на этом же секторе. Если они у вас закрылись, перезапустите сектор, у меня такое было, так что ничего в этом страшного нет, не пугайтесь. Получить награду за 45 собранных фрагментов можно в ледяной пещере в самом начале локации, около большого разлома. Я тут на видос открыть не смог, поскольку к тому моменту только 44 собралось 45, всё из-за той же Валькирии. Но пускай вам сюрпризом тогда награда будет. На этом всё, не знаю как вам, а я такие истории люблю, собирать, исследовать и всё такое. Пишите что думаете в комментариях, а я прощаюсь, не забудьте подписаться и удачных поисков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok